Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 22. Эта лекция записывается специально для портала экзегет.ру. Псалом 22 – это песня о доверии Господу как доброму пастырю. Нередко этот Псалом воспринимается как утешение для тех, кто борется со своей смертностью, для тех, кто борется с врагами и для тех, кто приближается к смерти в силу своего возраста. Автор Псалма выражает свое отношение к Богу в очень личной форме. Вводная метафора описывает Бога как пастыря, а следовательно, самого автора как одну из его овечек. Бог защищает Псалмопевца и направляет его на правые пути. Вторая часть Псалма вводит новую метафору. Бог сравнивается с хозяином пира, на котором Псалмопевец является почетным гостем. Название Псалма связывает его с Давидом, который был молодым пастухом, когда был призван как царь пасти народ свой израильский. Рассмотрим последовательно некоторые стихи. Стихи 1-4. Начинаю со скрылатого выражения. «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Затем метафора пастыря развивается в последующих трех стихах. Сравнение Бога с пастырем встречается не только в Псалтире, но и в других книгах Библии. На Древнем Ближнем Востоке цари, князья назвались пастухами своего народа. По Ветхому Завету любой царь должен был быть пастырем своего народа. Однако далеко не все пастыри-цари имели должное расположение к своему народу. Описывая пастырей Израиля, пророк Иезекииль упрекал их в том, что они хорошо одевались и плотно питались, а стад своих не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. В данном псалме пастухом для народа и образцом пастырства для царя выступает сам Бог. Как пастырь он удовлетворяет все нужды своих овец. Во втором стихе описываются почти райские условия для овечек. Зеленые пастбища, образ обильного питания, тихие воды, образ мирной жизни. Автор псалма мастерски рисует в нашем уме образ красоты и спокойствия. В словах «подкрепляет душу мою» может угадываться метафора овчарки, которая направляет стадо по нужному правильному пути. Метафора стези правды хорошо известна из литературы мудрости, по которой путь означает жизненный путь. Бог-пастырь ведет своих овец по верным путям. Заблудиться может только та овечка, которая сама отбивается от стада. Слова «ради имени своего» говорят о том, что проявлять заботу о пасомах – это природа имени Божия. Продолжая метафору в четвертом стихе, псалмопевец изображает путь, ведущий через темную долину, или, согласно синодальному переводу, долину смертной тени. Однако в данном случае это не пугает овечку, следующую за пастырем. Она не боится зла, потому что Бог не оставит. Жезл и посох – это оружие, которое пастух использует, чтобы прежде всего защищать своих овец от волков и вести их в направлении добрепажити. Добрый пастырь не использует жезл и посох для того, чтобы бить овец. Напротив, видя пастыря во всеоружии, овцы успокаиваются. Следующая часть псалма, стихи 5-6, переключает наше внимание с метафоры пастыря на метафору хозяина пира – образ изобилия. Бог как хозяин щедро относится к своему гостю. Он готовит для него застолье, помазывает его голову освежающим маслом, чтобы отереть пыль и грязь, и наполняет чашу до краев. Приготовление пира напоминает образ премудрости из притч, которая заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Разделение трапезы с кем-то из приглашенных подразумевает вступление с ним в близкие отношения. Переполненная чаша связана с темой чаши благословения и спасения. Она противоположна чаше суда, о которой речь идет в других текстах Библии. Бог поставляет псалмопевца как почетного гостя на виду у его врагов. Таким образом, мы обнаруживаем, что псалмопевец выражает уверенность в Боге не только в моменты благополучия и спокойствия, но и тогда, когда на него оказывают давление враги. Своим приглашенным на пир Бог демонстрирует, на чьей он стороне, на стороне своего гостя. Благость и милость по стиху шестому – это атрибуты завета с Богом, атрибуты договора человека с Богом. Слово «сопровождают» или лучше мы бы перевели это слово как «преследуют» могут быть продолжением метафоры овчарки – пастушеской собаки. В таком случае благость и милость – и есть те овчарки-пастыя, которые помогают ему удерживать своих овец на верной тропе. Заканчивается псалмом словами «я пребуду в доме Господнем многие дни». Последняя фраза буквально переводится как «на долгие дни», то есть «на время жизни псалмопевца». Прочтение псалма в свете Нового Завета показывает, что как псалмопевец, так и все, кто верен Богу, будут жить в его присутствии не просто многие дни, но вечно. Псалом 22 по праву нашел свое место в христианских сердцах. Молитва псалма помогает человеку испытать спокойствие в разгар жизненных проблем, включая неизбежную смерть. Сказанное в псалме о пастыре нашло зеркальное отражение в лице Иисуса Христа, который, как Бог и Царь для нового христианского народа, объявил своим ученикам «Я есень пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он не просто утешение в жизни и на пороге смерти. Он открытая книга для тех, кто ищет опытного богопознания. «И знаю моих, и мои знают меня». Или в другом месте в Евангелии от Матфея «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Продолжение следует...